Добрый день, дорогие друзья, и мы продолжаем говорить о власти и авторитете отца. Сегодня я хотел бы поговорить об одном из факторов, которые характеризуют жизненные цели. Для чего? Для чего мы делаем те или иные вещи? Для нас с вами важно не только знать, куда мы идем, как мы будем добиваться этих целей, что мы будем для этого использовать, есть ли у нас план, стратегия или тактика, но очень важен вопрос, почему? Для чего нам это нужно? Например, вы говорите, моя цель это стать богатым человеком. Окей, это очень хорошая цель, и мне даже не особо интересно, как ты этого будешь добиваться, или как ты этого добиваешься, ведь посудите сами. Когда вы встречаете человека, который говорит, цель моей жизни быть богатым, первый же вопрос, который напрашивается, почему, для чего тебе это нужно, каковы твои цели? И поверьте, это относится не только к финансам, это относится абсолютно ко всем, ко всем, ко всем вопросам. Почему тебе нужно, не знаю, там подняться на самую высокую гору? Почему ты хочешь пробежать эту дистанцию за самое короткое время? Почему ты предлагаешь столько усилий, чтобы добиться там того-то и того-то? Вот этот вопрос, он не только характеризует мудрость, которую мы обладаем, но и говорит об обдуманности цели. Когда мы с вами декларируем цели, и мы говорим, я хочу там быть служителем божьим, я хочу нести свет спасения другим людям, то первый же, опять же, вопрос, для чего тебе это нужно, почему происходят эти процессы в твоем сердце, что тобой движет, что побудило тебя к этому. Люди очень часто задают именно эти вопросы, их не интересуют твои методы, их не интересует то, почему и как ты будешь это делать, их интересует исключительно один вопрос, для чего тебе это нужно. Когда мы с вами говорим о ясности своей миссии в жизни, очень важно понять мотивы, которыми ты руководствуешься, принимая решение двигаться в ту или иную сторону. Если ты будешь честным с самим собой, то ты обратишь внимание, что, возможно, твои мотивы не совсем правильные, а это значит, что впереди тебя ждет достаточно серьезная проблема.